Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал Я и мой Хвост. Я его автор и ведущий Олег, моя соведущая Александра. Ну и, соответственно, в кадре будет немножко мелькать мой хвост Акбар. Итак, друзья, один из наиболее важных вопросов, которые вы мне задаете. Снимаю специально для всех, накопилось этих вопросов очень много, поэтому снять решил такой коротенький сюжет. Сколько вожаков должно быть у собаки? Итак, друзья мои, вожак всегда один. Но собака занимает у вас в квартире именно низшую ступень иерархии. То есть, вот смотрите, есть директор на предприятии, так чтобы понять не было. Есть зам директора, да, есть начальник цеха, есть мастер цеха и подчиненный. Так вот, даже самый подчиненный должен быть вожаком у собаки. То есть, не вожаком я неправильно выразился, а он руководителем для собаки. Вот моя соведущая Александра вам сейчас примерно продемонстрирует, как она управляет нашим домашним хвостом Акбаром. Сердеть! Молодец, Акбар, хорошо, скажи. А теперь скажи ему что, вниз руку опусти. Молодец, Акбар, скажи, хорошо, умный. Вожаки, вожак один, все остальные тоже находятся на ступеньку выше, чем ваш домашний питомец. То есть, ваша собака не должна быть на более высшей ступени, например, чем ребенок. Даже вот такой вот маленький ребенок должен быть лидером в этой иерархии. Итак, друзья мои, с вами был канал Я и мой хвост. Я его автор и ведущий Олег. Моя соведущая Александра. И наш хвост Акбар. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Да, Саша? Да. Вот так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!